здравствуйте здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня нас всех ждет очередной разбор разбор очень интересного гостя буквально вчера вышло интервью на кси на канале ксении собчак она взяла интервью у николая соболева и знаете просто вообще очень очень интересно с точки зрения разбора как невербалики так и как вот прям на поверхности были вынесены пять недостатков николая соболева конечно же благодаря ему самому за счет этих недостатков ксения его очень хорошо раскрывала можно сказать но это такие рычаги вообще все наши недостатки это рычаги для хорошего опытного манипулятора и в данном случае мы пронаблюдаем как этими рычагами пользовалась ксения а значит 5 недостатков у николая соболева кроме того 8 его основных манипуляций которые он использовал в этом интервью для того чтобы склонить нас слушатели и ксению к своей точки зрения и я думаю что в жизни он также этими манипуляциями пользуются и кроме того скорее всего в вашем окружении есть такие люди которые пользуются этими манипуляциями поэтому вот это интервью очень интересно с точки зрения именно разбора манипуляций которые мы встречаем в своей жизни которые мы встречаем сейчас очень сильно в пропаганде которая ну сейчас можно сказать со всех сторон на насыпется кроме того три тупейших абсурда которые были сказаны с умным лицом и тут знаете слова не помню кто сказал но приходят на ум такие слова все самые большие глупости делаются с умным лицом вот здесь вот просто классический пример этого высказывания ну давайте не будем долго рассуждать а приступим сразу к разбору но и первое конечно же красной нитью проходит вот все интервью ксении собчак я просто наблюдаю когда она раскрывает свои коготочки когда она готова съесть своего гостя с потрохами она делает вот этот жест давайте посмотрим ну что коль мы с тобой так удобно устроились очень символично все не просто так даже в твоей собственной квартире мы сидим с тобой на двух мягких диванчик 40 тысяч ты жить видите вот ну заметили вы или нет но она закатала рукав это было незаметно но сейчас это будет более заметно точно не будет смогу уникала не сбивайте вот и понятно что все кто делаете закатывает рукава и потирает ручки ну такая лисичка сестричка я просто когда она это делает я просто в предвкушении я понимаю что сейчас будет самый острый вопрос от ксении сейчас будет самое интересное такой контент и я это там своему каналу вижу безусловно будут только терять они приобретать два года люди не хотят совершенно верно но допустим вот видите когда предстоит самый острый вопрос ксения дает нам такой сигнал закатыванием рукавов или потиранием ручек так что имейте в виду если будете смотреть ее интервью и дальше а вы это будете делать и я вам очень рекомендую еще раз пересмотреть это интервью коня потому что не все естественно я разобрала но я вам дам определенные ключи по которым вы сможете уже сами все увидеть в этом интервью а да но теперь очень часто николай демонстрировал нам свои пальчики и по этим пальчиком и потому где он носит единственное кольцо сразу можно понять самый большой недостаток или самую большую ну что называется цеплял очку для николая это что давайте смотреть цены были признаны иноагентами наверное меняет участь обойдет стороной я весь прошлый год жил в мандраже в четверг я думал ну завтра 5 вот видите я специально увеличила то место где он трогает кольцо до кольцо находится на определенном пальце на пальце солнышко а это паль этот палец отвечает за славу за то как нас воспринимают в социуме за наш статус статус но вот именно вот с точки зрения известности да вот вот известность для него самое главное и здесь он усиливает эту свою известность тем что носит здесь кольцо и когда он волнуется когда он затрагивает какие-то острые темы он притрагивается к этому к этому пальцу для чего для того чтобы перезагрузиться для того чтобы взять вот здесь вот источник своей энергии для него это очень важно и это у нас будет первый его ну так называемый недостаток почему я называю это недостатком да потому что за этот за эту вещь да вот для него это ценно и за это всегда можно дернуть вот как только мы обнаруживаем свои какие-то ценности знаете сразу найдется нужный манипулятор но если мы общаемся да и человек довольно хорошо разбирается в невербалике а вот как только мы обнаруживаем свои ценности за эти ценности всегда можно дернуть поэтому знайте это и старайтесь этого не показывать но здесь конечно вопрос очень знаете для истероида а естественно что николай он истероид он не привык прятать свои качества характера да и он это все демонстрирует тем самым любому манипулятору он открывает ворота для манипуляций но в общем то что и следовало доказательства может быть я увижу свое имя и в 2023 году я уже немножечко под расслабился если честно какие-то некоммерческие или коммерческие организации меня в этом не надо убежать да да нету знаешь на самом деле то есть наверное ты знаешь что и а после начала спецоперации с блогерами не связывался обратите внимание обратите внимание что с пальца солнца было снято кольцо и переодета на палец общения мизинец отвечает за общение за сексуальные контакты в том числе но в данном случае не сексуальный контакт идет имеется в виду да а он как раз и озвучил общение с блогерами понимаете он усилил это вот этим иллюстратором он проиллюстрировал нам с вами то о чем он говорит то есть вот в данном случае общение явно было или ну вот то о чем он говорит он это хорошо знает он это чувствует и он это еще усиливает с помощью жестов крем или кремлевские структуры для того чтобы убедить нас что нами управляют люди которые к сожалению не зарегистрирован на ютюбе которые возможно не знают что такое youtube которые хотят ввести цензуру и вводят цензуру по отношению ко многим блогерам и мы сами видим во что это в итоге перейти ну вот ты понимаешь же что часть рекламодателей они отвалятся просто потому что запрещено государственным компаниям финансировать инагента если бы я думал только рекламодателях о деньгах о своем личном заработке об обогащении я в принципе бы не снимала политический контент потому что неважно какой позиции ты придерживаешь но здесь я подтверждаю его слова на первом месте у николая стоят не деньги а слава деньги я думаю на втором или на третьем но на первом месте у николая точно стоит слава известность и вот ради этого он занимается тем чем занимается поэтому не не будем тешить себя иллюзиями по поводу того ради чего он работает для него самое главное это я такой классный замечательный но и кроме того его образ говорит об этом да то что он на голове и даже я не знаю не все женщины так ухаживают за своей прической как ухаживает за собой николай то есть перед нами чистейший истероид который старается всеми силами показать какой он классный замечательный восхваляйте меня и я вообще просто пуп земли ну я его не держу но если мы говорим о такой категории как домашний диктатор то николай домашний скрыть а вот я специально увеличила как он поправляет колечко любуйтесь и мной любуйтесь что обо мне говорят я же классный правда да и котенок диктатор он очень такой милый и ничего такого нет я не испугался нет кто тебе сказал что испугался это не стыдно испугаться я испугалась например нет я я безусловно испугался и моя мама оборвала я не испугался я безусловно испугался но вот этим противоречий будет очень много в его интервью обязательно пересмотрите он буквально говорит одно буквально через пять минут говорит другое поэтому то что он от кучеры так открещивался это он зря делал потому что 2 кучера просто на другом канале в общем то знаете у меня было ощущение такого дежавю да ну и вот эти вот перескакивание я за я против все неоднозначно это просто вот в течение всего интервью но тем не менее есть над чем поработать да есть что разобрать мне телефон говоря о том что срочно нужно не испугался 24 место я испугался очень 21 числа 24 тоже как-то к людям которые испугались мобилизатор смотрите а здесь он переодел свое колечко спаль с пальчика солнышко на указательный палец это руководство то есть это уже такие можно сказать диктаторские методы это уже про то что ну вот как как начальство скажет на откуп начальству да на ну пусть пусть с ними решат он как бы говорит вот этим жестом не готовы вообще видеть себя где-то в окосе жиле стыдно испугаться это само по себе дебильная формулировка нет ничего стыдного в естественные эмоции да но он хоть и говорит что ничего стыдного в этом нет но его жест говорит о том что ему хотелось бы чтобы их приструнили тех кто сбежал одну они ему не нравятся и об этом мы еще поговорим да вот его противоречия ладно а его жесты говорят сами за себя поэтому первый недостаток николая который он перед нами обнаружил это его неумолимая жажда славы известности вот ради чего он живет ради чего он работает в общем то вот такой на перед нами человек но это не страшно с другой то стороны в общем то у всех у нас есть недостатки и у вас и у меня и как бы здесь с этим жить можно жить нельзя с другими вещами но об этом мы еще поговорим до следующий его недостаток я думаю что он тоже возглавит его рейтинг самых важных вещей для него и переплён переплюнет даже деньги я думаю вот посмотрите вот этот недостаток который он нам тоже продемонстрировал но можно прожить в петербурге и на 40 на 50 тысяч рублей главное и это не фраза для того чтобы ой все подумали какой замечательный николай соболе девушка не продается тебе так скажу красотка девушка что красотка девушка зависит от того сколько видите колени поглаживает мы помним что колени это про гордыню для него очень важно чтобы о нем ну вот чтобы его гордыня всегда была на высоте ну в общем то это вторая как бы составляющая первого недостатка до человек очень ну просто зациклен на своей славе и для него очень важно чтобы его все уважали чтобы его гордыню все только тешили да и вот это ну ну вот вот это есть и этого не отнять поэтому конечно же николай поглаживает колени особо нужных моментах да когда ему нужно перезагрузиться от этого источника информации ну конечно он этому есть вообще какому источнику информации мы много энергии отдавали стрессовых ситуациях мы к этому источнику и обращаемся мы либо погладим либо как-то ну потрогаем это место и это говорит о том что вот здесь вот скопление нашей энергии здесь знаете как где наше внимание там наша энергия вот внимание николая вот еще в этом месте находится люди которые ко мне хорошо относятся говорят меня собчак смотри и случае дианы шурыгиной потому что я как раз таки выносил суждения не знаю материалах дела и мне исключительно повезло что эта история развернулась именно таким образом что насильник дианы шур видите он чуть-чуть пощипал указательный палец что говорит о том что вот палец у нас про диктат вот указательный палец про руководство да то есть ему повезло что так и получилось вот с точки зрения закона вот указательный палец он про закон указательный и следующий палец тоже про ограничения да вот вот эти вот два пальца это про закон про ну вот какие-то законные действия и вот здесь вот он ущипнул немножко указательный палец то есть руководство получается подтвердила да что так она и есть и дальше с матриками был отпущен из тюрьмы а сама диана шурыгина начала вести он ли фэнс и как бы тут уже все понятно немножко стало что вроде как я в своем суждении тогда не ошибся мне очень и поглаживает колено что опять говорит о том что он ну подтверждает да что я красавчик вот любуйтесь мной да я был прав еще раз похвалите мою гордыню до следующий фрагмент давайте уже перейдем на вот это все неоднозначно ну теперь уже непосредственно пойдем по его суждениям разбираться да я не знаю я и чувствую и не читаю комментарии в последнее время и так вот видите прячет челюсть до безумно боится этих комментариев потому что действительно он их боится это само собой когда человек настолько зациклен на своей славе на своей гордыне ему очень сложно читать комментарии ведь там же боже мой там много хейтеров лучше этого не читать ну это это в общем-то для истероида привычное поведение и за это я я его не осуждаю я прекрасно понимаю как много стресса может прийти от от комментариев до от комментаторов особенно ну я я это тоже знаю поэтому здесь я как бы не берусь как-то судить я просто говорю о том что он этого боится сигналы тела говорят о том что он этого боится и он нам это демонстрирует тем что прячет челюсть смотрит так вот немножечко и из-под лоб я да а это как ну я назвала заискивающе смотрит немножко улыбается но с напряженными уголками рта помните я когда проводила бесплатные занятия по физиогномики я рассказывала вам про ограничители и они образуются когда человек старается улыбаться так чтобы всем понравится вот я называю это улыбка послушной девочки в данном случае у нас конечно же не девочка но эта улыбка касается не только девочек но и мальчиков эта улыбка касается всех кто хочет понравиться когда вы хотите понравиться вы немножечко раз вот вот здесь вот мне немножечко а напрягаете уголочки рта и улыбаетесь так что здесь образуется вот такая вот вертикальная морщинка и вот эта морщинка она называется ограничителем я в ближайшее время думаю проведу эти бесплатные свои занятия и расскажу вам об этом более подробно просто подпишитесь на канал и вы будете в курсе этого но вот в данном случае вот это вот улыбочка его можете потом обратно перемотать и посмотреть как это выглядит но я вам еще покажу расскажу это все но вот вот такая вот улыбочка говорит о том что я хочу понравиться да я понимаю что этот комментарий может мне не понравится но посмотрите какой я хороший говорит эта улыбка идем дальше за лайканы комментарии под сообщением об инагентстве николай соболеву все не так однозначно николай у них наверняка были на то причины давай попробуем посмотреть на это шире с точки зрения истории и геополитики все это конец цитаты я как понимают от видите как он напряженно это слушает нет никаких эмоций в отличие от других фрагментов ну он эмоционально довольно рассказывает высказывает свою точку зрения да здесь он слушает и он немножечко под зажался потому что конечно же это ну очень-очень ему не нравится да как тебя троллят уже достаточно давно и что этот миф который внедряют нам в голову я уж не знаю он внедряется специально почти это указки победить односторонняя улыбка это презрение при этом прячет челюсть выставляет лоб то есть драться я не буду я буду упрямо стоять на своей позиции на еще помахивает указательным пальчиком ну то есть указательный пальчик здесь совсем не уместен потому что он не вяжется вот с этой позиции если указательный пальчик то указывающий перст уместим в том случае когда человек может наказать когда человек может руководить а здесь получается что он лицом показывать что я ничего с этим не могу сделать я могу только стоять на своем да упрямо но при этом я пальчиком помашу то есть вот это вот несоответствие жестов говорит о том что как бы он не старался обыграть эту ситуацию для него эта ситуация стрессовая и конечно же но здесь включается его артистизм и ничего более он не уверен в этой ситуации дичкам запада или это происходит естественным способом но миф о том что все однозначно это самый тлетворный и самый деструктивный миф который влияет на всех нас заставляя нас какое-либо критическое мышление в принципе отбросить а вот и подоспели наши манипуляции и начнем мы эти восемь манипуляций с манипуляции номер один то есть если ты человек умный то ты должен со мной согласиться если ты там честный порядочный этот список можно продолжать бесконечно каждый из нас хочет казаться себе умным там вот все хорошие качества их очень много то есть выбираешь любое и говоришь если ты такой-то такой-то то ты должен мне поверить вот она простейшая манипуляция и как ни странно многие на это реагируют кто-то даже этому верит кто-то пытается то есть ты выставляешь такую планку да ты если ты достойный человек да что я вот тебе объясняю ты должен в это поверить и многие верят хотя говорит полнейшую чушь но насчет этого насчет того чушь это или не чушь конечно же я здесь не берусь судить но а то что он сейчас произвел первую манипуляцию вот это я точно отмечаю и ни в коем случае не не соглашайтесь на эту манипуляцию то есть он просто высказал свое мнение он высказал свою хотелку и не более того он хочет чтобы вы показались для него там умным честным порядочным или каким-то еще просто для того чтобы внушить вам свою мысль это только лишь его мысль и ничего более идем дальше значит следующее но дальше у нас манипуляции просто расцветут пышным цветом их я насчитала 8 они ну там с определенной периодичностью будут повторяться ну давайте сейчас вот следующие манипуляции сейчас посмотрим вот сейчас мы увидим сразу сколько так подождите сразу раз два три 4 5 манипуляции вот в следующем фрагменте и так конкретный вопрос кто на кого напал это однозначный вот ксения молодец просто браво вот эти вот разглаголь ствова не яда он перед этим там попытался немножко рассредоточить внимание да а ксения взяла и собрала внимание и опять задала вопрос и тем самым не дала манипулятору манипулировать лишила его хлеба ответ на этот вопрос или нет уверен что я могу отвечать вот настолько смотрите как он испугался отклоняется на лице такой испуг до к однозначно на эти вопросы будущем смотрите пальцами что-то перебирает но то есть это говорит о стрессе и дальше пошла манипуляция номер два отсылка к авторитету то есть а я вообще человек маленький на меня наложено вот это звание и на агента я могу вообще я наверное не могу и отвечать на этот вопрос то есть а отсылка не потому что я не знаю что сказать а я потому что не не знаю могу ли я на него ответить и тем самым перекладывает ответственность на кого-то кто за него решит вообще говорить ему или не говорить вот это манипуляция агентом на пол вот официальная позиция ты считаешь что своего было то есть пошел там официальная позиция бла-бла неизбежно я не считаю что это было неизбежным потому что это в любом случае манипуляция номер три значит я я сказал но ты просто неправильно меня поняла то есть вот это вот здесь очень хорошо вот в эту манипуляцию входит такая хитрая уловка лжецов они стараются меньше говорить вот они всегда стараются факт лжи умолчать я уклончиво как-то ответить да и потом когда начинается выяснение отношений он говорит а я же этого не говорил то есть вот если у вас перед вами человек который может соврать да и может как-то вас увести в сторону вы должны это в ваших интересах до пытаться до того чтобы он четко сказал либо факт лжи либо правду но вот чтобы он четко заявил то что заявил потому что вот такие вот потом а я этого не говорил а ты меня неправильно поняла а ты вообще наверное ты услышала то что хотела услышать вот эти вот хитрости чтобы они не проходили надо по факту всегда допытываться до спрашивать не не бояться показаться глупыми не бояться показаться смешными ну да спрашивать до самого конца чтобы вот прям четенько было понятно зафиксировано что он говорит что он имеет в виду потому что манипуляторы они очень часто это использовать манипуляторы это те же самые лжецы которых мы с вами очень любим вы выводить на чистую воду надо но и дальше вот после этого идет опять отсылочка к авторитету и политическая воля одного человека который то есть это кто-то решил боже мой да и точнее я вообще решил что ты у меня допытываешься до пришел отстаивать позицию правоту того человека который решил да я вообще тут ни при чем ну что это что это такое ну а потом а он еще там очень много про кучеру говорил что нашли кого приглашать но так и не сказал кого надо было пригласить видимо имел в виду себя но вот сейчас как-то он очень бледно смотрится так же как и кучера в свое время также глупо и непонятно вот со своими вот этими отсылками к авторитет ну детсадовские манипуляции но для ксении конечно ксении вон и по всем пунктам конечно развенчала но тем не менее некоторые моменты остались за скобками и я этим сейчас занимаюсь до конца довожу то что может быть кто-то не до конца понял да и знаете вот как он формулирует фразу фразы он удлиняет эти фразы произнося больше уточняющих слов это говорит о том что он не знает что сказать он по ходу придумывает для этого чтобы было время побольше он добавляет лишние слова вот обратите внимание с выставленным лупом это все происходит потому что драться он не будет не выставляет челюсть он подавлен он не может ну вот сейчас собраться и сказать что-то по существу он сейчас выигрывает время для того чтобы как-то обороняться давайте смотреть про мог принять такое решение или не принять такое решение это по необходимости я такого никогда не говорил не только там война ну видите вот принять такое решение или не принять такое решение то есть вот это такое решение дважды было повторено вот я о чем говорила да то есть он специально удлиняет фразы чтобы побольше времени иметь для того чтобы собраться и опять манипуляция номер три у нас это у нас вы меня неправильно поняли да я я говорил совсем не то хотя на самом деле говорил именно то украине вообще был неизбежен весь этот конфликт который разводит то есть я не сказал что это было неизбежно а тут же он ну вставка про то что он действительно говорил что все это было неизбежно безусловно это достаточно понятно почему все это происходит вот этих противоречий их очень очень много это просто знаете кладезь противоречий спасибо огромное ксении собчак вот это прям реально журналистская работа не ну вот на на 10 баллов из 5 вот мне понравилось прямо она вывела его на чистую воду прям показала всю подноготную этого человека вот по каждому вопросу по крайней мере для меня сша придерживались проекта и пошло про сша а это не что иное как манипуляция номер четыре это расфокусировка да но ну что что нам смотреть на то что там убивают бездомных животных да посмотрите как много в мире несправедливости как мы как все тяжело а посмотрите дети в африке голодают и так далее и тому подобное то есть вот это расфокусировка это не что иное как придуманная пропагандой манипуляция ну вернее это не они придумали манипуляции это еще со времен геббельса да и и может еще и раньше было но вот эта манипуляция а к сожалению она работает то есть америка во всем виновата да вот такое переключение внимания но и все начинают хаять америку в том числе за отсутствие туалетов дорог и так далее и присутствие большого количества дураков да и значит и тут же включается вот этом но тут сразу две манипуляции не только расфокусировка да и переключение внимания но еще и манипуляция номер пять враги везде вот стоит нам куда-то высунуться там везде враги на самом деле больших врагов чем мы сами для себя представляем больших врагов в мире нет поэтому конечно же это удобно для пропаганды вообще в животном мире даже специально это делается для того чтобы там пчелы вот у меня есть ролик на канале где я рассказываю про мир пчел как вот эти пчелы воины идут на смерть ради своих род ну вообще весюли это же родственники да это все род но они родные пчелы и как те пчелы которые призваны которые воины до охраняют границы как они идут на смерть для того чтобы защитить весь улей потому что они защищают свою родную семью да а вокруг угроза все страшно и вот для защиты вот таким образом нами манипулируют то есть вот это наша семья до родина мать это наша мать да и а вокруг все враги вокруг все хотят уничтожить нас и забрать наши ресурсы то есть вот эти пугалки включает здесь мне казалось ну вообще я честно говоря вот после просмотра этого интервью я просто в шоке насколько мне казалось раньше что он как минимум просто умнее но сейчас я вижу что передо мной какой-то инфантильный мальчик зацикленный на полностью своей гордыне и жажде славы да не ну вообще не думающий абсолютно ни о чем он там начитался каких-то специальных книжек и и засорил свои мозги еще больше конца мира по фукуями ты знаешь наверняка что это такое этот а здесь еще одна манипуляция отсылка опять к авторитету да ну вот это та же манипуляция номер два да то есть ты же читала да и даже манипуляция номер один но ты же умная да ты же читала но это я уж не стала выносить да ну вы понимаете что опять вот манипуляция 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 торжество либеральной философии и они распространяют у либеральную философию распространяя вот эти демократические ценности буквально Ну, фактически, это не моя выдумка какая-то, они диктовали миру, что жить нужно вот таким вот образом. Когда ты понимаешь, что кто-то сильнее тебя, есть ли смысл как бы вступать в борьбу, когда ты не подготовлен? Ты стань в начале, знаешь, как вот, извини мне, в школе учительница говорила очень правильную вещь, когда там я начала критиковать. Смотрите, колени гладит, да, безусловно, сейчас сильный удар по его гордыне, да, он тут проявляет вообще, чудеса начитанности, да, показывает нам, насколько он умный, а Ксения на это не обращает внимания, она приводит определенные примеры, да, аллегории, и, ну, эти аллегории, я думаю, что очень сильно пошатывают его позицию, и сейчас он обращается к своим коленочкам, чтобы восполнить дефицит энергии, да, ну, вот, успокоить свою гордыню и как-то собраться с мыслями. Она говорит, слушай, вот будешь учиться на пятерке, у тебя появится право встать и сказать учителю, в чем он неправ. Пока у тебя четыре, ну, как бы, я не готов это слушать. Слушай, мы тут с тобой вообще ни в коем случае не спорим, это про реализацию на самом деле, но иногда бывает ситуация, когда времени на подготовку больше нет. Я не знаю, была ли эта ситуация. Ну, нормально, времени на, времени больше нет, и здесь у нас просто одна из важнейших, одна из огромнейших манипуляций, которые используют всегда в продажах, это ограничение по времени. Сегодня есть скидка, завтра не будет, ребят. Пожалуйста, приобретайте мой курс, пока, или сегодня я продаю, завтра уже все, завтра я передумала продавать. Ну, то есть, это чистейшая манипуляция, как только вы это слышите, не соглашайтесь, потому что это все разводило вас, извините за такое название, но это по-другому не назвать. Всегда, если хотят вас как-то, вами воспользоваться, вас всегда ограничивают во времени. Поэтому всегда берите паузу и говорите, я подумаю, и соберитесь, потому что продажи на эмоциях – это самые лучшие продажи. И продажи не только сами продажи, как факт купли-продажи, а как факт и в отношениях, и везде. Вот сегодня я такая добрая, давай соглашайся на мои условия, да, а завтра вот я не знаю, буду ли я такой доброй. Вот сразу разворачивайтесь и уходите, пусть подумает, будет ли она добрая, пусть она как-то соберется сама, и потом только, ну или он, да. Вот манипуляторы, они очень любят вас ограничивать во времени, поэтому как только вы это почувствовали, сразу разворачивайтесь и ждите, пока он сам не придет в себя, этот манипулятор. И потом, на всякий случай, отсылочка к авторитету, да, вот эта манипуляция номер два, а я вообще не в курсе, было время, не было времени, но, наверное, это было обосновано. То есть пришел отстаивать позицию этого человека, да, вот который начал войну, а сам, в общем-то, и не в курсе ничего. Такой или какой-то другой, мы с тобой понятия не имеем, мы знаем с тобой одно, и давай вот сейчас проследуем за этой логической цепочкой, которую предоставляет. Сейчас он нас пытается повести за собой, проследовать за той логической цепочкой, которая выгодна ему. Но Ксения молодец, она не следует, она следует за своей логической цепочкой, и за это я ее просто обожаю. Владимир Путин, согласно его заявлениям, экспансия НАТО на восток продолжалась, несмотря на все наши дипломатические завихрения, несмотря на все наши просьбы, мольбы и... Ну, про манипуляцию номер пять я вам уже говорила, повторять не буду. То есть манипуляции в кубе, в квадрате, в абсолюте. Ничего толком не сказано, просто сплошные манипуляции, да. Ну, ладно, хорошо, может быть, все-таки мы что-то найдем, какие-то, не знаю, логические доводы, да. Ну, давайте послушаем дальше его. Все-таки, вот мне, честно говоря, вот как и с Кучирой тоже, хотелось понять эту позицию. Может быть, хоть что-то меня убедит. Ну, не знаю, не знаю, может, убедит вот этот фрагмент. Давайте смотреть. Конкретный вопрос, кто на кого напал, это однозначный ответ на этот вопрос или неоднозначный? Ты уверен, что я могу отвечать вот настолько однозначно на эти вопросы, будучи иностранным агентом, напал? Вот официальная позиция... Подожди, а я же не говорю, что ты считаешь, что СВО было неизбежным, правильно? Я не считаю, что это было неизбежным. А, ой, извините, это уже было. Почему я второй раз это включила? Да, что-то прям... Так, значит, следующие манипуляции. Манипуляции. Давайте смотреть. Что язык ограничивали Украину. Ты же понимаешь, что мы вообще не про это, не про этих граждан, а про геополитику. Да, смотрите, как он красиво. Здесь манипуляцию номер 4. Расфокусировка использует. Да, то есть сначала говорил про геополитику, там проиграл в споре с Ксенией и перешел на то, что ущемляли русскоговорящих. Хотя тоже... Ну, а Ксения молодец, сразу развернула, говорит, стоп, мы не здесь с тобой разбирались, да, давай доведем до конца то, в чем мы пытались разобраться. Вот так ведите себя с теми манипуляторами, которые пытаются расфокусировать ваше внимание или сфокусировать на чем-то другом. Вот эта вот манипуляция, она очень изощренная. Часто манипуляторы, особенно опытные, они как раз используют вот эти расфокусировки, фокусировки на другом, фокусируются на абсурде на каком-то. Ну, то есть вот это вот очень рабочий прием для манипулятора, и вам важно на это не реагировать, не так, как рассчитывает манипулятор. Потому что это все уход в сторону. Хорошо, давай тогда... То есть если мы говорим о том, что цели спецоперации защитить граждан, ну мы же это сейчас... Да, оставим, оставим тогда... Это политические заявления, как с одной, так и с другой стороны. Стал Китаем и смог бы вернуть себе Украину. Ой, как здорово, как классно. Смотрите, вот Ксения привела очень классный пример про Китай. Вообще я просто аплодирую стоя. Вот особенно в этом интервью Ксения мне безумно понравилась, потому что ее доводы мне показались реально рабочими. Что она сказала? Китай, да, их все там в мире не уважали какое-то время назад, да. Но они отошли в сторону и развились. Они развили настолько свои технологии, что сейчас являются второй сверхдержавой за Америкой. И сейчас они уже могут претендовать на лидирующие позиции, да. Они уже могут диктовать свои условия миру, да. Но какое-то время они побыли там, ну не изгоями, конечно, но такими немножечко людьми второго сорта в какой-то степени, да, политической. Так вот, и Николай, когда речь идет об этом, он отклоняется. Конечно же, его позиция в данном случае очень шаткая. И, ну, об этом говорит вот то, что он отклоняется. Но они посчитали, что не вернули бы уже, если бы упустили. А вот здесь вот пошла с его стороны манипуляция номер семь. Это просто, знаете, вот я аплодирую стоя абсурду вообще, который он сейчас, ну вот, пытается нам внушить. И, в общем-то, вся наша пропаганда российская, она как раз вот на это заточена, да. Зачем, ребят, зачем развиваться, поднимать жопу с дивана, зачем что-то делать? Ведь мы же такие, нас же все боятся, а давайте-ка мы будем плохишами, да, такими, которых все боятся, и поэтому нас будут уважать. Но это уже, к сожалению или к счастью, не работает, понимаете. И вот то, что он как бы, ну вот он сейчас, получается, примыкает вот к этому лагерю, да. Шансов все равно нет, ребят, мы настолько отстали, да, но это действительно так, вот он сейчас. Но он это пытается привести, как, знаете, как аргумент в пользу того, что мы правы. Но это просто абсурд, понимаете. Вот, знаете, вот с точки зрения логики, это вообще вот просто оттаскак неправильно, да. Ну, получается, мы настолько отстали, что у нас уже нет шансов всех перегнать, да. Поэтому давай мы будем всем делать подлянки. Кто там хочет жить хорошо, а давай мы им это будем просто мешать делать. Вот и все. Вот и, знаете, как, ничего страшного, что корова сдохла, зато у соседа хата сгорела. Вот то же самое и здесь, понимаете. И вот его позиция такая. Ну, просто браво. Кстати, у нашего дорожайшего президента тоже такая же позиция, да. Он все там обращает внимание на родитель номер один, родитель номер два, да. Не обращая внимания на то, что вообще нефтегазовая страна не газифицирована, и основная масса людей живет за чертой бедности. Ну, конечно же, ему это главнее, что родитель номер один и Бога там как-то без пола решили на Западе. Ох, какие мерзавцы, да. Ну, это просто атас. Это просто, знаете, вот такое абсурдище. Я не знаю, кто это хавает. Вот кто? Это надо быть таким вообще, такой инфузорией, туфелькой, чтобы вот на таких вибрациях жить, да. Ну, находятся люди, находятся. И у меня даже, ну, я, правда, многих забанила, но в комментариях часто я читаю вот этот бедлячий вообще бред. Ой, извините, меня опять понесло. Они посчитали, что этого бы не произошло. Если бы туда встала военная организация НАТО, можно было бы распрощаться с Украиной ровно навсегда. Особенно учитывая... Опять страх включил, да. Те идеологические настроения, которые там присутствовали. Ну, да. Да, ну, то есть манипуляция такая классная. Вообще просто оправдывает любой, любую лень, любое бездействие. Да нам все равно их не догнать, а давайте мы будем сидеть и подлянками заниматься. Чем мы, в общем-то, и занимаемся. Да, в общем, весело. Ну, знаете, по абсурдам это просто, знаете, вот я сидела, и этот был такой испанский стыд, пришел отстаивать позицию, да, позицию прям вот, ну, он же пришел сказать, что все неоднозначно, нельзя вот прям или на тех, на тех сторону. Я же такой самый умный, я же изучил столько литературы, да, и пришел такой весь, вау, сейчас я вам всем докажу, что вы не правы. Ну, и что в итоге? Средства оправдывают эту цель. Вот эти сотни тысяч погибших людей, мирные. Ну, вы видите, что он отклоняется, просто камера не поймала. Жители немирные. А теперь пошел в наступление, и что же он нам скажет? Мобилизованные вот эти средства, они оправдывают цель? В первую очередь нам надо поговорить, а какая конкретно цель? Ну, браво, ребята, браво, занавес. Ребят, а какая цель? Уже столько погибших, уже столько городов разрушено, уже столько всего произошло. Целый год мы живем в сплошном стрессе, весь мир стоит на ушах, а цели-то нет, оказывается. Человек, который пришел отстаивать позицию, оказывается, он цели не знает. Ребят, ну, браво, браво, ну, ну, да, действительно, это просто. Только что об этом говорили полчаса. Нет, какая в итоге победа? Чтобы отодвинуть НАТО. Какая в итоге, ну, где-то. Да, но здесь, знаешь, в чем проблема? Что никто не летел в сторону Кремля. Ну, то есть, это первый абсурд, вот я вам обещала три абсурда, да. Вот первый абсурд, оказывается, он не знает цели. А че пришел? Че пришел с этой позиции? Второй момент, который он заявил с умным видом, опять-таки. Друзья, Кремль посчитал, что кто-то летит в сторону Кремля. Это я опять же высказываю и ходит. Да, ну посчитал. Я должен оговориться. Друзья, я вижу наш мир как тезис, антитезис и синтез. Я рассматриваю тезис с одной стороны, антитезис с другой стороны. Рассказываю про это, потому что кто-то может подумать, что я выражаю свою... И завершим наши манипуляции. Манипуляции всегда можно скосить под дурачка. Особо подходит женщина, потому что женщине всегда удобно сделать такие... Девчонки, учитесь. Глазки расширяем, челюсть опускаем, да, и говорим, а че, правда так нельзя было, да? Ну вот так вот это работает. У мальчиков это работает хуже, потому что мальчики, ну как бы мальчики, они должны быть умными, да? А девочки красивыми. Поэтому у мальчиков срабатывает хуже, но в данном случае срабатывает, ребят. Манипуляция под дурачка спасает, когда все остальные манипуляции не работают. Мы включаем дурачка или дурочку и идем и говорим, ой, а я не знала, ой, а че ты? Ну вот так вот делаем глупое выражение лица. Еще, знаете, как челюсть опускаем и немножечко расслабляем, чтобы от нас не было никакой опасности, да? На лобик сильно не выставляем, просто такое расслабленное выражение лица. Еще, знаете, по выражению лица эти бровки домиком можно сделать, чтобы так печальку, печальку, ой, а что я, наверное, что-то не так сделала, да? Я, наверное, такая глупая, я, наверное, так ничего не понимаю. Ну, что, наверное, просто я красивая, но не умная. Да, ну, я же девочка, да. Вот в данном случае примерно то же самое. Вот этот абсурд мы с вами должны в это поверить, ребят. ...позицию, там будут говорить, там, Николай Соболев там промыт, он поверил пропаганде. Нет, есть такие аргументы. Мы не можем их достоверно с тобой перепроверить, потому что у нас нет на самом деле неразведывательных данных. Да ни хрена у нас с тобой нет. Мы просто видеоблогеры, которые стараются смотреть на ситуацию. Вот именно поэтому я и заявляю о том, что очень опасно и опрометчиво выносить какое-то суждение. Я не могу, у меня просто слов культурных нет, вот, литературных слов нет, поэтому можно я без комментариев это оставлю. То есть, оказывается, он ничего не знает. Оказывается, он просто пришел посвятить личикам, показать, какой он классный такой вообще. Смотрите, Николай Соболев, он самый умный. Да, дальше, ну, знаете, то, что он отстаивает интересы России, да, не знает, правда, какие интересы, не знает вообще, летела-не летела на Кремль, не знает вообще ничего, никаких разведывательных данных, но он все-таки больше за, да, все не так однозначно, на нас наступала НАТО, мы должны обороняться. Ну, тогда, почему бы не пойти обороняться ему самому, да, ну, он же мужчина, в общем-то, половозрелый и, самое главное, призывного возраста того, что подходит для того, чтобы пойти на фронт. Но почему же он не на фронте, ребят, вообще, вот в отношении всех, кто поддерживает эту спецоперацию, почему они еще не на фронте? Ведь они же должны отстаивать свои взгляды, почему их дети не на фронте, внуки, ну, то есть, почему, почему? Вот меня это всегда поражало, и вот Ксения задала этот вопрос, и Николаю. На Донбасс ты готов поехать, вот, чтобы посмотреть самому, что там происходит? Слушай, я тебе так скажу, от моей готовности очень мало, что зависит, потому что... Ага, на дурочка включил, так, ну, да, уже срабатывает, да? Я с трудом представляю себе иностранного агента на Донбассе, ну, ты что, Ксюша, вдруг я что-то там разведаю? Не, ну, присаживай, ты же не дура, ну, ты чего? Вдруг я скину какие-нибудь координаты куда... С такой радостью говорит про... вот здесь он рад, что он иностранный агент. Кто-нибудь без иностранного агентства? Я не знаю, слушай, нужно было бы решать, слушать предложение, я прекрасно понимаю, что там происходит. Какие нафиг предложения? Повестка или добровольцем иди, если у тебя такие взгляды, если НАТО наступает, если на Кремль летит ракета, если вот все, что ты сказал, это правда, то почему ты еще не на фронте? Какие нафиг предложения вообще? А он вообще в какую-то степь пошел с точки зрения своего блогерства? А при чем тут блогер, не блогер? Иди, отстаивай! Россию, матушку! Родина-мать зовет! Николай, ну ты чего? Смотрел много роликов с Донбасса, я думаю, что в моем случае это скорее было бы не некой моей вот такой вот операции по получению какой-то информации. Ты же всегда пытаешься разобраться сам, разобраться и докопаться до суть. О, нет, слушай, на Донбассе никто тебе не позволит ни до чего докопаться, разобраться по сути и потом преподать это как-то твоей аудитории. Ну я тебя умоляю, ну... А, так, подожди, подожди, дорогой. А только что ты утверждал, что Россия сверхдержава, что Россия это прям вот столб, можно сказать, противостоящий всем козням Запада. То есть у нас есть чем противостоять, у нас есть что отстаивать. Ну, значит, мы, наверное, кристально честные, чистые, и мы, ну, встали перед всем злом, которое есть в мире. То почему у нас, оказывается, нельзя ни до чего докопаться, там что-то такое, подожди, все зло, по-моему, там, на Западе. А почему у нас зло тогда? Я не понимаю. Вот это вот опять противоречие. И он, конечно же, здесь он прав, да, он реально прав, потому что не дадут ему докопаться, даже если бы он поехал действительно искренне с попыткой докопаться, да, потому что у нас идеальными нас не назвать, вот, особенно с точки зрения, там, информационной, да, сейчас у нас вообще все шито-крыто. Но он же отстаивает эту позицию. Он должен до конца принципиально это доказывать, что мы такие честные, чистые, и на нас напало все мировое зло. Но почему же сейчас он вот так вот объявляет нас косвенно, конечно, но он нас объявляет злом, да, нашу сторону, то есть с нашей стороны ему не дадут, как блогеру, как общественнику, да, докопаться до правды. И это, и это действительно так, потому что у нас как раз все шито-крыто, и у нас, скорее всего, все-таки больше вот этого зла, о котором он говорит. Но, конечно же, на повестке дня у него другая философия, и, конечно же, тут все по-другому. Да, и здесь, конечно же, ну вот в этом всем раскрывается еще один его недостаток. Вот я вам обещала, четыре недостатка, да, значит, подождите, а третий, где у нас, нет, это, наверное, третий, что он необыкновенно труслив, как показывает практика, да, он даже не подумал о том, что за свои интересы имеет смысл как мужчине отстоять. Конечно же, он как мужчина себя не ощущает, он больше покрасоваться, да, показать. А вот насчет того, чтобы отстаивать свои интересы, тут уж, тут уж пусть кто-то другой, да. Ну и насчет его вранья, еще один, еще одна небольшая зарисовочка, да, такая. А так он и окажется правым, на самом деле, если вот эта отрицательная селекция в любой кризисной ситуации продолжит культивироваться. Вот что не происходит, мы бежим, что не происходит, мы бежим. Браво, браво, он называет тех, кто уехал, не захотел в этом участвовать, да, он называет этих людей отрицательной селекцией. Но я не знаю, понимает он или нет, но как раз вот положительная селекция покинула Россию. То, что сейчас вот то, что осталось там, пытается сформировать общественное мнение, что это все трусы и так далее, это все далеко не так. И время все это покажет. Но, ну, здесь получается, как бы я говорю свое мнение, он говорит свое мнение, но, конечно, это браво. Назвать отрицательной селекцией людей, у которых, обратите внимание, хватило мозгов, да, переехать, хватило моральных качеств для того, чтобы не участвовать в убийствах, да. Хватило, да, хватило, да, хватило, ну, денег, да, денег заработанных для того, чтобы, ну, тут же нужны деньги, да, вот когда ты уезжаешь за границу с насиженного места, где у тебя вроде бы все есть, а нужны деньги, да. То есть вот этих людей он назвал отрицательной селекцией, а положительная селекция, по его мнению, это, ну, те, у кого нет такой возможности, и если отъехать вообще, в принципе, от Москвы за 200 километров, то там как раз самая положительная селекция. Самогон с димедролом и а-ля улю гони гусей. Да, ну, все мы хорошо это знаем, я прекрасно это видела, знаю и, в общем-то, прекрасно понимаю. Вот, пожалуйста, подмена понятий, которую он сейчас нам показывает, да, но все-таки он, смотрите, как он интересно манипулирует тем, что я же добрый, да, я же добрый, ну, вот это вот как раз и есть его еще один недостаток, то есть он вечно всегда врет, вот врет и вот прям как дышит, но его тело не всегда ему вторит, да, не всегда поддерживает его в его вранье. Ну, и здесь он, конечно же, оговорился, да, про отрицательную селекцию, то есть он не уважает этих людей, он это прямо сказал, да, ну, отрицательной селекцией назвал. Как еще это назвать, да, когда ты не уважаешь человека, ты, естественно, его называешь каким-то таким неприятным словом. Бежим, но если мы всегда будем бежать, то все останется так, как есть и ничего не изменится. Ну, я правильно понимаю, что в самом крайнем случае ты, по сути дела, очень законно можешь претендовать на американский паспорт. Нет, я не... Ксения, браво, браво, прям сразу его обезвредила, вот эта манипуляция, да, типа они все плохие, они бегут, а я такой хороший, я остаюсь. Не могу претендовать теперь на американский паспорт. Да, это очень долгий процесс. Смотрите, сразу убрал руки со стола, руки на столе, это была упора, да, упор на стол, да, он дает уверенность. Здесь уверенность закончилась, он понял, что вот это поле довольно минное, да, здесь опасно. Встал и начал переименяться с ноги на ногу, да, потеря уверенности и отвечает совершенно не на тот вопрос. Может, эти десятилетиями я даже не узнавал, как конкретно... Видите, рукой перехватывает, закрывает паховую область и отвечает не на вопрос, что у него там родители, да, я так понимаю, живут в Америке, он может получить американское гражданство, если уедет к ним. Да, но он говорит, ну это же очень долгий процесс, то есть в принципе это возможно, и вопрос был именно в этом, что в принципе же тебе это возможно, но он не отвечает на этот вопрос, он говорит, а это будет очень долго. Да какая разница, долго или нет, у тебя будет возможность спрятать свою шкурку от каких-то непредвиденных ситуаций, да, то есть вот они, да, они сбежали в неизвестность, а ты-то в общем-то сбежишь в известность, если в крайнем случае, если жареный петух клюнет. Поэтому вот Ксения задала прям четкий вопрос, на что не получила четкого ответа, получила какой-то размытый ответ, что это будет долго. Да какая разница, если речь идет о спасении жизни, да, ты свою шкурку сможешь спасти, вот и все, что хотелось ей узнать. Поэтапно это должно инициироваться, но я тебе сейчас честно скажу на тему моих связей с Америкой. Кстати, вот насчет честно скажу, всегда вот если человек говорит честно скажу, навостряйте уши, знайте, что вам сейчас что-то начнут втирать. Как правило, это какая-то полу-ложь, полу-правда, вот какая-то такая вот, человек просто ищет варианты, как ему сказать, это более обтекаемо. То, что если он скажет прямо, вам это не понравится. У меня визы даже нет. Ты осуждаешь людей, которые уехали. Я не осуждаю, Ксюша, никого в своей жизни. Я не размышляю с некоторых пор... Видите, тело его говорит, что он осуждает. Категории вины. Хорошо. Сначала был кивок, и потом вот это вот сочетание пальцев. Так, сейчас вернуть надо этот фрагмент. Сейчас, секундочку. Интересный фрагмент, надо это лучше увидеть. Нет. Ты осуждаешь людей, которые уехали. Я не осуждаю, Ксюша, никого в своей... Видите, вот это вот сочетание. Смотрите, эго и руководство. Я хотел бы, вот мое эго будет более спокойно, если вот руководство на них обратит внимание. Да, вот руководство все-таки. И смотрите, вот сначала был кивок, потом пошел вот так. То есть осуждает, осуждает у них. Я не размышляю с некоторых пор категории вины. Хорошо. Возмущен ты был поступками людей? Возмущен я не был поступком. Ага, вот опять кивнул, да? И потом пошел, собрался, да? Людей, которые убежали, безусловно. Я возмущен тем, что... Пожимает плечами еще, заметили вы или нет. Ну и вот Ксения как раз вывела фрагмент, когда он прям четко говорит, что возмущен. Опять же, в каждый кризисный период люди просто уезжают. Но я возмущаюсь только поступками людей, которые не только убегают, но еще и раздают советы, что делать другим людям. Мол, убегайте, продавайте квартиры. И после этого они сидят и пиздят. И вообще рассказывают о тех вещах, в которых они не разбирались, в которых они не хотят разбираться. Но я об этом хочу как раз поговорить. Ну вот об этом как раз и поговорили. И он показал себя как вот этот человек, о котором он сейчас и рассказал. То есть те, которые не разбираются ни в чем, думают, что они разобрались, прочитав каких-то умных книжек. Но в целом, как по мне, так и он меня совершенно не убедил. Только еще больше разочаровал. Разочаровал, потому что я увидела абсолютно недалекого человека. Да, начитанного, да, грамотного, да, образованного. Но недалекого. Интеллект это же не только прочитанные книги. Это умение сопоставить. А здесь этого совершенно нет. Он с умным видом пытается нам сказать, что он все это сопоставил. Но это настолько... Да, манипулировать он умеет. Молодец. 5 баллов. Целых 8 манипуляций у него в резерве. Он ими хорошо пользуется. Но с Ксенией Собчак он в сухую проиграл. За что ставлю 10 баллов из 5 возможных Ксении. И 2 балла Николаю. Все-таки он умеет. Поэтому 2 балла ему полагается. Да, значит, ну что могу сказать в итоге. Ну, в итоге я уже в принципе сказала. Спасибо вам за внимание. Не забывайте поставить лайк или дизлайк этому видео. Написать в комментарии то, что вы считаете нужным. Напишите вообще, не сильно ли меня в этом разборе занесло. Я понимаю, что иногда меня заносит. И в данном случае, когда я смотрела этот абсурд, это просто, знаете, мои эмоции иногда зашкаливают. Когда вот эти вот все неоднозначно... Вообще вот эта отмазка про все неоднозначно, она вот чисто для того, чтобы человеку успокоить свою совесть, успокоить свою нервную систему. Не более того. Вот просто человеку хочется жить в спокойствии. Человеку не хочется переживать. Мы все, кто понял, что происходит, мы все уже год живем в таком диком стрессе, что я бы не пожелала никому вот это все переживать, но, к сожалению, мы все переживаем. Но многие вот таким образом пытаются спрятаться от стресса и думают, что их это все пронесет. Но, знаете, рано или поздно придет это осознание. И самое обидное, что вне зависимости от того, придет это осознание нам или нет, но нашим детям придется жить в новой реальности, это вообще меня, конечно, как мать очень сильно коробит. Очень сильно я вот от этого переживаю, потому что, ну, мы, в общем-то, уже люди взрослые, мы пожили. И как бы даже то, что сейчас вот эти санкции, это как-то можно пережить. Но я понимаю, что моих детей лишают вообще всего, лишают будущего. И вот от этого мне особо больно. Да, вот такая вот, к сожалению, реальность. И что касается нашего гостя сегодняшнего, да, там были еще фрагменты. Меня, кстати, многие просили разобрать фрагмент с его девушкой. Но там со стороны Ксении была классная манипуляция. Посмотрите обязательно, как она это выставила. Ну, я не знаю, с какой целью она так унизила его девушку. Но, ну, вот так, либо это она от себя так хотела, ну, не знаю, просто чисто женская ревность. Либо для нас и для поклонниц Николая Соболева она хотела показать незначительность этой девушке. Но она очень тонко осадила, можно сказать, эту девушку. И там было много реакций от нее, да, очень много негативных реакций. Я не стала это разбирать, потому что меня очень сильно задела политическая позиция со стороны Николая. Я больше всего внимания обратила именно на эту точку. Но если хотите продолжение, я могу еще там и посмотреть его по натальной карте. Но если будет интересно, не забывайте поставить лайк, не забывайте написать в комментарии то, что вам интересно еще узнать. Обязательно пересмотрите это видео, это интервью. Я под видео дам ссылочку на само интервью. Очень рекомендую, очень интересно. Там вот просто каждый пример, каждый изгиб этой беседы, он настолько интересен. И вот именно с точки зрения взгляда Ксении Собчак. Вот она выражает свою позицию настолько красиво, настолько изящно. Вот за ее ходом мысли я с удовольствием наблюдала. За тем, что отвечал Николай, я просто, знаете, у меня был испанский стыд абсолютно по любому вопросу. По любому его ответу. Ну ладно, в общем, буду с вами прощаться. Люблю вас всех очень-очень сильно. Не забывайте подписаться, если вы впервые. Не забывайте поставить лайк. Все, люблю вас, пока-пока.